Всем привет! С вами Юлия Кондратенок, а значит вы на канале Процветок, где мы вместе растим свой сад здоровым и урожайным. Что делать, если малина пропадает прямо на глазах? Кустики слабеют, чахнут, погибают, урожая все меньше и меньше. Проверьте, не делаете ли вы следующие ошибки в уходе за ней? Не в этом ли причина вашей неудачи? Первая ошибка. Нет обработок от болезней и вредителей. Болезни – это основной бич наших малинников. Диди Мелла, Пурпуровая пятнистость, Антракнос вместе с стеблевой галлицей и малинной мухой способны погубить даже самый урожайный малинник. Но достаточно всего двух-трех обработок за сезон, сделанных вовремя, когда малина отрастает перед цветением, для того, чтобы ее здоровье сохранялось на высоком уровне, а урожай созревал хорошим и высоким. Вторая ошибка, которую делают наши садоводы – отсутствие полива и удобрения. Малина, пожалуй, одна из самых прожорливых, в хорошем смысле слова, культур нашего сада. Она требует плодородных, обеспеченных влагой почв. Если она не получает ни того, ни другого, хорошего урожая не ждите. А слабая малина легко становится добычей, болезней и вредителей. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы она получала своевременно в начале сезона, и особенно в период формирования и налива ягод, достаточно воды и питания. В первую очередь вода. Год выдался засушливым, и малина, как никакая другая культура, плохо отреагировала на недостаток влаги. Рост у некоторых кустов уменьшился в 2-3 раза. Для того, чтобы кусты выросли мощными, чтобы ягода была крупная и сочная, запомните, в период засухи нужно на каждый погонный метр ряда выливать не менее 2-3 ведер воды. В таком случае вода пропитает корнеобитаемый слой, и малина получит свою водичку в нужном количестве. Питание. Особенно важно, когда малина начинает отрастать и когда начинает наливаться. В первой половине вегетационного сезона обязательно добавляем в первую очередь азотные удобрения в виде органики, в виде минеральных удобрений, настоев и так далее. Во второй половине, когда уже идет налив ягоды, добавляем больше калия и фосфора. Это может быть древесная зола, сульфат калия, суперфосфат, но лучше всего, конечно, водорастворимое удобрение. Полив, кормежка и, конечно же, мульчирование. Дело в том, что корневая система малины располагается поверхностно. Она легко пересыхает, она легко перегревается, и то, и другое плохо. Мульча особенно хорошим компостом, хорошим торфом, скошенной травой или соломой способна намного улучшить состояние малины. А если вы еще и прольете после этого малинник биологическими препаратами на основе сенной палочки, метаоризиума, баверии, то этим вы еще и спасете свою малину от болезней корней, корневых гнилей, и от вредителей, которые зимуют в почве и тоже изрядно вредят. Еще одна ошибка, которую делают наши садоводы, держат малину на одном участке более 10 лет. Дело в том, что малина, как бы мы ни вносили органику, торф и так далее, со временем утомляет почву, и участки нужно менять. При этом выбирать хорошие участки с плодородной почвой, и обязательно следить за тем, чтобы участок под малинник был освобожден от сорняков. И, наконец, предшественники, ни в коем случае не сажайте малину после посленовых, это томаты, картофель, баклажаны, и после земляники садовой, потому что у них большое количество общих заболеваний. Еще одна ошибка, которую делают наши садоводы, не прореживают вовремя поросль, которую дает малина часто в огромном количестве. Она загущает наши малинники, отнимает на себя питание, которое должно идти ягодам, а из-за загущения создается условие для развития различных болезней и вредителей. Ну и, конечно же, многие садоводы откладывают удаление от плодоносивших побегов на будущий год, а это рассадник инфекции, поэтому своевременно прореживайте свои посадки, оставляя на погонный метр не более 15-20 самых сильных побегов. Остальные периодически, по мере появления, удаляйте. Вырезайте от плодоносившие побеги, как только они начнут увядать и отдадут все силы своему корневищу. Обычно это конец вегетационного сезона, и тогда инфекции у вас на участке практически не будет. Но, пожалуй, самая большая ошибка наших садоводов в выращивании малины – это неправильный выбор участка и покупка непроверенного посадочного материала, который может оказаться завирусованным, носить в себе кучу скрытых болезней. Поэтому приобретайте посадочный материал в проверенных питомниках, сертифицированных, у хороших, зарекомендовавших себя производителей. Выбирайте для посадки правильное место. Что это значит? Малина любит плодородную почву, хорошо обеспеченную влагой. Она не любит слишком тяжелых или слишком легких почв. Для нее не подходят котловины, где застаивается холодный воздух и вода, равно как и высокие горки, где вода очень быстро уходит. На этом у меня все. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова